Верить в чудеса. У главного волшебника страны начинается горячая пора, ведь Новый год уже совсем близко. Почта Деда Мороза уже принимает письма. О чем мечтают современные дети и как донести свои желания до главного деда страны, расскажет Катрина Тайбарей. Самое волшебное время года наступило, а значит, пора думать над желаниями, которые можно загадать на Новый год. Для репетишек этот праздник особенно желанный, ведь подарок под елку принесет сам Дед Мороз. Дети Ненецкого округа уже думают, что написать Дедушке Морозу и в письмах рассказывают о своих заветных желаниях. Я бы хотела какую-нибудь игру настольную. Я буду писать, уважаемый Дедушка Мороз, можно мне, пожалуйста, футбольную форму и футбольный мяч. Я верю в Деда Мороза, потому что в него верят все и я верю, что он существует. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Я очень хочу себе плюшевую уточку. Можно, пожалуйста, ты мне ее подаришь на новогоднюю ночь. Я верю в Деда Мороза и хочу подарок на Новый год. Это настольный хоккей. Я музыкалку не хожу, но я хочу научиться играть на гитаре. Дорогой Дедушка Мороз, это я, Юля. Я хочу себе на Новый год гитару. Ребята верят в чудо и с нетерпением его ждут. А доставить все пожелания ребят прямо к доброму волшебнику поможет Почта России. Почта для писем Деда Мороза уже начала свою работу. Традиционно Почта России проводит акцию «Письма Деда Мороза». Отправить свои пожелания, поздравления Деду Морозу вы можете в период с 1 по 31 декабря текущего года. Для этого мы в центральном офисе на Смедовичу 25 установили специальный ящик с информационной табличкой, где изобразили главного волшебника страны и адрес, на который необходимо отправлять письма. Чтобы письмо попало к получателю, важно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Сотрудники Почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В этом году уже отправили первую партию писем. В прошлом году акция состоялась. По всей России отправлено более 220 тысяч писем в резиденцию Деда Мороза. По северо-западу это порядка 20 тысяч писем. Из Нинецкого автономного округа ушло в резиденцию Деда Мороза более 2 тысяч писем. Дети не только ждут подарки от Деда Мороза, но и сами в своих письмах стараются сделать ему приятное. Поздравляют с Новым годом и отправляют Дедушке свои рисунки.